сейчас вот этим вот оранжевым обозначен маршрут куда мы идем в принципе маршруты обозначаются другими значками на это почему-то оранжевым таким но спасибо и за это так как люди тут не ходят это на гаверли не заблудишься там постоянно группы вниз вверх вниз вверх там не заблудишься сейчас мы идем такими камушками по таким камушкам то детский лепет а когда мы поднимались на синяк то есть на хомяк то там есть такой участочек из камней я так стало что ногу не туда не туда поворачиваю голову вниз мне страшно голова кружится и я понимаю что я не могу ни туда не сюда хорошо подскакал мой муженек дал мне руку спасения и я в сторону как-то сместилась шли группы сверху школьники или студенты они скакали сверху и оттуда сыпались камушки это тоже опасно если маленький камушек ничего если какой-то побольше то конечно могут быть неприятности в горах надо быть трезвыми с ясной головой хорошим настроением плохого тут не может быть настроение потому что ты когда попадаешь в эту красоту вообще другой жизни не существует ты находишься сейчас и здесь все все домашние хлопоты работа учеба это все где-то далеко-далеко а ты здесь наедине с природой через лес хорошо эти тут хоть не так жарко мы шли-шли и попали на водопадик такой маленький все равно красиво я не знаю как эта речушка называется Игорь говорит что называется Мрея Мрея Чемрея я знаю речушку которая начинает свой исток у подножья Гаверлы это наша речушка пруд которая протекает у нас в Черновках мы идем дальше мы сегодня идем очень спокойным шагом почему потому что туда куда мы идем всего-навсего 1600 метров высота над уровнем моря километров 6 это примерно как на озеро на Самовыты просто мы совершенно в другой стороны идем и совершенно в другом направлении если Гаверла имеет 2060 метров то почти на половину меньше у нас получается сейчас мы идем поэтому мы не спешим обычно мы стараемся так рассчитать маршрут чтобы за день в 10 утра максимум начать восхождение а в 6 чтобы мы уже были внизу возле машины что-то я своих потеряла не поняла где они в принципе можно и позже потому что позже темнеет можно позволить себе и позже поэтому мы не напрягаясь но обратная дорога всегда быстрее сейчас мы идем в развалочку отдыхаем наслаждаемся смысла бежать спешить нету мы вписываемся по-любому в прошлом году мы летели на Пипи Ван там расстояние больше там получается 10 километров с того пункта откуда мы начинали так ну я своих реально не вижу и короче 20 километров то там мы конечно ускорялись прибавляли шагу и у меня почему-то в последнее время когда мы спускаемся именно на спуске не знаю почему но клинит коленка не знаю что там у меня сказать что косточка что-то там нет видимо просто я напрягаю так даю больше нагрузку на правую ногу и мне было очень больно спускаться это уже не первый раз сегодня я тоже иду немножко переживаю но стараюсь так контролировать чтобы не давать на правую а чтобы ступать и левой ногой левой ногой мои убежали меня не ждут хорошо что эти меточки есть оранжевые в принципе тут куда убежать мы еще в горах не ночевали почему не ночевали не знаю наверное пора уже начинать у нас во первых нету наряжения самое первое это рюкзачок должен быть как минимум один удобный а еще лучше когда у всех рюкзачки когда лето жарко не нужно набирать много вещей взять по карематику взять пару палок колбасы упакованной герметически там еще чего-то упакованного огурцы помидоры и в принципе думаю что можно начинать мы когда на Днестре едем то мы берем с собой матрас но матрас очень тяжелый в палатку ну и где мои молодцы убежали в принципе ночевать можно но главное чтобы была где-то вода а в принципе зачем вода если в котелке ничего готовить не будем разве что пить просто потому что на костре разве что чаечек какую-то кастрюльку маленькую ну можно начать в принципе наверное с одной ночевочки один день прийти переночевать на другой день уйти для первого раза что-то начать вот пожалуйста здесь был я узнай себя сволочь простите что я такая грубая так что-то я не туда зашла а где мои показываю наглядный пример мы идем по этой тропиночке а вы видите что там обрывчик сейчас видно хорошо а зимой когда наметает много снега образовываются карнизы это то есть вот туда выступает там не знаю на метр на два не знаю на сколько в зависимости откуда ветер дует какой он и человек идет видел водопадик хочет полюбоваться чем-то оступился нечаянно не приведи Господь и вот такие вот бывают несчастные случаи я не хочу конечно же ну о плохом но предустеречь возможно кто-то когда-то пойдет чтобы были в безопасности чтобы знали надо быть очень осторожными очень аккуратными тут и летом много обрывчиков смотря куда когда идешь а зимой так в снегу мы зимой не ходим не практикуем это сложно мы к этому не готовы там и обувь должна быть соответственная и курточки там должна быть другая подготовка потому что в Карпатах мороз холодно туман падает если идет снежок то вообще такая какая-то как называется короче когда не видно не туман а другое так мы куда-то тут уже снова добираемся до чего-то так что будьте аккуратны и осторожны а тут еще красотень какая-то а я хочу снег потрогать но не знаю или мы дойдем до снега видите еще лежит снежочек почему лежит потому что там углубление глубокие на несколько метров и он хорошо там запал я говорю мы были в конце июня когда-то то тоже в таких вот не ямках ущельях как правильно тоже был снежок и так прикольно все вокруг зеленое и снег очень красиво птички я хочу чтобы мы все-таки дошли туда куда мы сегодня собирались у нас есть еще час до четырех мы идем идем а с четырех будем возвращаться чтоб успеть пока солнышко не сядет вернуться а там видно ручей тает снег и там такой тоже ручей беленький я уже не увеличиваю на телефоне потому что когда я приближала увеличивала было очень все размыто и ничего не видно поэтому я решила что я буду снимать так как есть а кто желает сядет перед экраном широким большим и там будет красивая панорама так как так как так как так как